В Бийске написали диктант победы. Наукоград присоединился ко всероссийской исторической акции. Для проведения масштабного мероприятия было развернуто порядка 1400 площадок в России и около 50 в зарубежных странах. В Алтайском крае историческое тестирование проходило на пяти площадках. В Барнауле, Рубцовске и Бийске. Во-первых, мне хочется сказать о том, что для нас, для нашего университета это огромная честь, что именно наша площадка была выбрана для такой всероссийской акции, как диктант победы. Почему именно наш ВУЗ? Потому что мы являемся площадкой для проведения многих подобных мероприятий. Это и тотальный диктант, и географический диктант, и однографический диктант. Но это мероприятие, наверное, имеет особый смысл и особую значимость. В Бийске около 50 участников присоединились ко всероссийской исторической акции. Диктант победы писали студенты, школьники, кроме того, к ним присоединились депутаты Думы города и представители администрации. Всего в диктанте 20 вопросов. Они созданы по типу единого государственного экзамена. На выполнение работы дается 45 минут. Отметим, что это не просто тесты, а живая история с яркими плакатами военных лет, с отрывками стихотворений фронтовиков, с изображениями мемориалов и описанием военной техники. Так нужно было определить модель танка по картинке или назвать тыловой город, который в октябре 41-го года был объявлен запасной столицей СССР. Некоторые вопросы вызвали у бичан затруднения. Добавим, что итоги акции планируется подвести ко Дню России 12 июня. Для меня самым легким вопросом был вопрос, где был отрывок из стихотворения Твардовского. И так как мы изучали это произведение в школе, я уверена, что я ответила на него правильно. Самым сложным для меня было описание события. То есть там описывалось, какое это событие, и я, честно, не знаю, что это за событие. И оно мне показалось более сложным.